Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад вас приветствовать на канале. Сегодня у нас очень интересная тема, связанная с тем, что рынки снижаются, у людей такой очень пессимистичный настрой. В большинстве своем я вижу по комментариям, что рынок это все отстоит, надо вкладывать на краткосрочные банковские депозиты, процентные ставки растут. Давайте я поделюсь, каким образом лично я к этому подхожу, и здесь я постараюсь все-таки использовать некий разумный подход. Друзья, отреагируйте, пожалуйста, своими комментариями, у меня есть для вас инвестиционная сделка. Суть заключается в том, что это недвижимость, я вам не говорю район недвижимости, площадь недвижимости, я вам просто говорю, что эта недвижимость в марте-апреле 2024 года стоила 10 миллионов 380 тысяч рублей. Эта недвижимость сдается за 144 тысячи рублей в месяц. Денежный поток, который вы получаете от этой недвижимости, составляет 1 миллион 728 тысяч рублей в год. Рентная доходность 16,65%. Вы для себя рассматриваете данный объект к покупке или нет? Какая будет инфляция, я не знаю. Я вам говорю, что вы можете купить недвижимость с денежным потоком 16,65%. Хорошо, для людей, которые ответили нет, у нас как люди рассуждают, зачем мне покупать недвижимость сейчас с средной доходностью 16,65%, когда ключевая ставка Центрального банка России 19%, когда доходность краткосрочных депозитов 20%. Специально для таких людей, кто не сделал покупку в первый раз, у меня есть контр-аргумент, у меня есть контр-предложение. Я вам сделаю скидку на эту квартиру, и я вам продам ее не за 10 миллионов 380 тысяч рублей, а я вам ее продам за 8 миллионов 250 тысяч. Сдаваться она будет все те же самые 144 тысячи рублей в месяц. То есть у вас рентная доходность от сдачи недвижимости в аренду будет 21%. Купите или нет? Я вам больше скажу, из-за того, что у нас сейчас отменили льготную ипотеку, выросли ставки по ипотеке, потому что Центральный банк поднял процентную ставку. В следующие 2-3 месяца на 10% легко можно поднять ставку аренды, брать уже не 144 тысячи рублей, а 158 тысячи рублей в месяц. И денежный поток, который вы будете получать в следующие 12 месяцев, составляет 1 900 000 рублей. То есть ваша рентная доходность составляет 23%. И опять-таки инфляционную составляющую будущего роста этой недвижимости никто не отменял. Рассмотрите для себя такой вариант к покупке? Я думаю, ребят, если вы разумные люди, если вы будете честными перед собой и скажете, давай, Максим, оффер, куда написать? Ребят, во всей этой истории, предыдущей, которой было рассказано, я поменяю слово недвижимость на индексный фонд, на российский рынок ценных бумаг. То есть в текущий момент мы можем купить акции российских компаний со скидкой 21% после максимума 2024 года. Изменилось ли что-либо с будущими денежными потоками компаний? Нет, инфляционные риски будут заложены. У экспортеров все будет достаточно хорошо, потому что государству по-прежнему нужны поступления в бюджет и будет плавная девальвация рубля. Доллар будет укрепляться и в рублях компании будут зарабатывать достаточно хорошо. Компании в будущем году скорее заработают больше даже, чем в 2024 году. Компании торгуются с дисконтом. И на будущий денежный поток изменится валютная составляющая. Если мы говорим про компании экспортеров, они соответственно будут больше зарабатывать, потому что валютный курс доллар укрепится. Если мы говорим про локальные компании, тот высокий уровень инфляции, который есть в стране, он будет заложен просто в цены. Потребителю критически от этого не будет, потому что у него с начала 2024 года реальные располагаемые доходы выросли по различным оценкам на 20 до 30%. Давайте об этом поговорим. Ребята, вот мы сейчас видим в портфеле, ну если у вас индексные портфели, минус 20%. У нас же люди еще что делали? Покупали отдельные акции, не понимая, что они покупают. Покупали под перспективы под дивиденды с плечами, вылетели на маржин-колы, отдельные акции упали там и на 30, и на 40%. То есть вот недвижимость такую вы бы купили. А когда мы видим те же самые параметры по фондовому рынку, все сидят, боятся, никто не увеличивает. Друзья, еще раз призываю к тому, что при всей привлекательности, перспективности рынка, это не значит, что мы достигли минимумов, есть еще определенные геополитические риски. В любом случае задуматься о перераспределении своего капитала из консервативных инструментов, которые с одной стороны привлекательны, но на очень короткий промежуток времени в историческом контексте нашей жизни. Можно сейчас купить хорошие качественные активы по привлекательной доходности в более длительный промежуток времени. Как я лично это делаю, рассказываю на отдельном трехчасовом мастер-классе, ссылка на него в описании к данному видео, проходите, смотрите. Друзья, вот такие вот рассуждения, что думаете, не очень интересные аргументированные комментарии, интересные люди, которые такие комментарии оставляют, потому что они действительно составляют задуматься. Я мог быть тоже где-то неправ, и поэтому еще раз не забываем диверсификация, диверсификация и еще раз диверсификация. Просто мы сейчас находимся на таких значениях по рынку, что не находиться в нем или не докупиться дополнительно может быть очень большой ошибкой в историческом плане. Ну а сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи!